всем привет делаю столешницу в мастерскую другу передо мной стоит очередная задача зафанерировать ее то есть приклеить шпон я уже все разложил по рисунку рисунок уже утвержден подписал чтобы не перепутать все и перед тем как собрать рубашку нужно сделать еще одну очень важную операцию то есть выровнять края шпона отфуговать его есть несколько способов сегодня попробуем один из них зачем это нужно чтобы когда мы собирали рубашку шпон идеально подходил друг другу все и можно потом будет склеивать а также чтобы все детали были одного размера так получится очень качественно один из способов это с помощью циркулярной пилы используя направляющую шину можно весь шпон сложить в стопку и отфуговать все с помощью циркулярки но у меня линейка не позволяет это сделать потому что она короче чем шпон было бы 3 метрового у меня линейка я бы этим способом и воспользовался а так как у меня линейка всего лишь два метра шпон больше двух метров мне нужно как-то по-другому это сделать потому что если я буду переставлять линейку в этот момент наверное и будет погрешность я уже пробовал так делать как бы все два метра они идеальные а потом вот этот кусочек который я представляю линейку там у меня получается погрешный шпон не сходится так что сегодня соберем уже третью каретку напомню это для продольного распила можно было также ей воспользоваться но она коротковато это торцовочная а мы сегодня соберем самую длинную для фуговки шпона и посмотрим как это все работает настроил погружение диска таким образом чтобы он не дорезал буквально тут две три десятки чтобы не повредить вот эту столешницу я резал на ней больше мне пока резать негде но это не страшно мы все равно еще раз будем здесь отпиливать для тех кому интересно почему я пилил без подключения к пылесосу показываю что у меня здесь стоит маленький стабилизатор напряжения он всего лишь на полтора киловатта а циркулярка у меня уже 1400 ватт так что два агрегата он уже не тянет а если работать без стабилизатора здесь вообще ничего не тянет не пылесос даже лобзик застревает фанере в общем беда здесь напряжением но справляюсь таким способом доделал каретку здесь тоже пазы для того чтобы прижимать с краев а здесь такие сделал уголки и расклинивается чтобы шпон по центру прижимался тоже положил целую пачку и сейчас попробуем отфуговать все ну получается просто замечательно посмотрите как качественно получается все абсолютно ровные в одной плоскости сейчас 2 соединим попробуем итак друзья давайте посмотрим что у нас получилось соединяем со стыковым просто идеально все получается я очень доволен в общем эта каретка очень облегчит мне жизнь особенно в работе со шпоном для чего она и задумывалась кому видео понравилось ставьте большой палец вверх у меня на этом все всем пока друзья до новых встреч и и и и и и Продолжение следует...